Золотая медаль Золотая медаль дает преимущество в некоторые вузы, она дает дополнительно 5 баллов, в некоторые вузы она дает 3 балла. К тому же волонтерство, которое очень развито в ЭПГ, тоже дает от 3 до 5 баллов. Поэтому вся такая работа, если кому-то не хватает для поступления буквально 1-2 баллов, это конечно большой плюс. Ань, давай сейчас вернемся немножко к периоду ЕГЭ. Расскажи, пожалуйста, я знаю, что у тебя 100-бальный результат по русскому языку, по истории, там 96 баллов и золотая медаль, то есть ты отличница. Такие вот отличные результаты. Как долго ты готовилась к экзаменам и вообще как проходила твоя подготовка? Я начала готовиться с 10 класса. К русскому мы готовились на уроках, плюс домашние задания и самостоятельные тесты. По истории я занималась дополнительной в интернете, чтобы увеличить нагрузку и освоить материал. Репетиторы какие-то были у тебя? Репетиторов не было. Вообще реально подготовиться, наверное, к вам был вопрос, к ЕГЭ без репетиторов получается? Та база, которая была заложена и в начальной школе педагогами, и в среднем звене, потому что очень много заданий в ЕГЭ, которые идут из 7 класса. Поэтому без репетиторов я считаю, что можно обойтись, потому что если ребенок хочет чего-то сам, он нацелен на это, то задания, которые он выполняет и умеет сам учиться, способствует тому, чтобы сдал ЕГЭ нормально. И когда мы говорим о результатах ЕГЭ, это труд 50% самого ребенка, потому что говорить, что только готовят преподаватели, это, в общем-то, нереально. Репетиторы, я уже считаю, очень много лет нужны только детям, которые, в общем-то, где-то ленятся. И, может быть, родителям, которые упустили детей и в начальной школе, и в среднем звене, потому что бывает так, что ребенок не умеет правильно читать задания, не умеет правильно читать слова, пропускает. То есть бывает, что с репетитором нужно вернуться куда-то на несколько лет назад, чтобы что-то подтянуть. Но самое главное, если ребенок не хочет учиться, вы наимите хоть 10 репетиторов, они не заменят. Когда мы работаем, для нас вот очень важно, для преподавателей, чтобы ребенок не просто посмотрел, какую оценку ему поставили, а чтобы посмотрел свои ошибки, усвоил их, чтобы в других работах не было их. Был у нас такой случай, проверяю сочинение обычно вечером, но иногда тороплюсь. Раздала работы, Аня после урока подходит и скромно так говорит. Ирина Николаевна, у меня тут речевых ошибок нет, у меня баллы сняты. Посмотрела, да, речевых ошибок не было. Но вот человек, понимаете, воспитанный, не стала на уроке выкрикивать что-то, а подошла, выяснила. И плюс, конечно, что она всегда работала над своими ошибками. Сколько времени нужно, чтобы к ЕГЭ подготовиться? То есть вот сейчас, например, ребята, которые какой класс закончили, должны уже задуматься о том, что вот все, с сентября мы начинаем готовиться к экзаменам. Ну, я думаю, хватает два года. 10-11 класс, если ты упорно учишься, занимаешься. Вот в целом можно сдать ЕГЭ на высокие баллы. А много вообще времени в течение дня у тебя уходило на подготовку? То есть есть, да, тоже такие вот представления у людей, что вот 11-классники, они вот прямо не выходят никуда, целыми днями учатся. Так вот так у тебя происходило? Ну, я приходила после школы, садилась за уроки, а вечером я могла выйти погулять с подружками или сходить в портал. То есть время на личную жизнь оставалось? Ну, да. А вы как думаете, сколько нужно готовиться? Подготовка в среднем занимает, да, почти два года, если даже база слабая. Но все равно какие-то знания у детей были, мы опираемся на них. Аня, давай тебе задам вопрос. Ты уже наверняка решила, куда ты поступаешь и какую профессию выбрала для себя. Я бы хотела больше заниматься юридической сферой. Мне это интересно, и плюс я думаю, что это будет востребовано в будущем. Спасибо большое за беседу тебе, Аня. Мы желаем всяческих успехов и удачного поступления. Спасибо большое.